МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Состоялось заседание областного акимата о готовности объектов региона к предстоящей зиме доложил руководитель управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства. По словам Антона Федяева, на подготовку энергетического комплекса в текущем году выделили порядка 11 миллиардов тенге. Свыше 8 миллиардов направили на реконструкцию и модернизацию Петропавловской ТЭЦ-2, часть средств на ремонты магистральных сетей. В очередушке областного центра ведутся работы по замене тепло-трассы протяженностью 460 метров, диаметром 377 миллиметров к новому жилому дому по эксен-традициональной 4Г. В настоящий момент завезено 150 метров трубы, завтра заводятся конденсаторы, монтажу приступили. Акимобласти Эрик Султанов поручил вопрос реконструкции магистральных сетей взять на контроль и активизировать работу по установке тепловых счетчиков. Очень важный вопрос для того, чтобы в рамках программы энергосбережения получить значительную экономию тепловой энергии. Обсудили на совещании также вопрос использования и охраны водных объектов области. В настоящее время в регионе 2328 озер, некоторые из них до сих пор остаются бесхозными. Акимобласти Эрик Султанов поручил урегулировать проблему, принять меры, необходимые по реконструкции гидросооружений. На следующий год по Шарыкову выделяется 25 миллионов на БСД и за два года должны восстановить и Сильский гидросооружений и Шарыковский. Возьмите на особый контроль, безусловно, необходимо в течение 2015 года разработать проект смертную документацию, особенно по Шарыковскому водохранилищу. И в следующем году уже выбить деньги на то, чтобы начать реконструкцию. Последний вопрос повестки дня – реализация государственной программы «Доступное жилье-2020». О том, что делается в регионе, доложил руководитель управления строительства Ратмир Ахметов. В текущем году на строительство объекта жилья с учетом обеспечения жилья коммуникационной инфраструктуры и третьего направления программы «Дорожная карта» выделено 5,44 миллиарда «Ерик Султанов» отметил, в эксплуатацию должны быть сданы все объекты, стоящие в плане. «Программа не такая сложная, не напряженная, но мы его привели к тому, что очень много работы осталось на последние три месяца. И сами понимаем, что это не лучшие месяцы для строительных работ. В то же время необходимо Владимира Степановича обеспечить кратчайшие сроки, завершение работ по контуру, все работы перевести на внутреннее отделку». По каждому из вопросов принято соответствующее постановление. 28 сентября казахстанцы впервые отметят День труда. В преддверии праздника североказахстанцев поздравил глава региона Ерик Султанов. Акимобласть отметил, что в нашей области квалифицированные кадры есть во всех сферах деятельности. Сегодня перед старшим поколением стоит задача привить трудолюбие и молодежи. «Сегодня не случайно. Внимание к человеку труда стало неотъемлемой частью нашей жизни. Мы возрождаем славные профессиональные традиции, чествуем лучших специалистов и работников с заслуженными наградами. С каждым годом краше становятся города и села, развивается экономика, укрепляет социальная сфера. Все это заслуга каждого жителя области, результат общей, ежедневной и кропотливой работы. Подготовка квалифицированных кадров, обеспечение безопасности труда, поддержание социальной стабильности, повышение качества жизни работников и их семей – одно из важнейших направлений работы всех государственных органов». Механизаторы, почтальоны, диспетчеры электросетей, дорожники семерых североказахстанцев в честь первого дня труда в стране наградили почетной грамотой Акима области. В числе награжденных Гульнар Жамалиева из Акаинского района. Пять лет она работает дояркой в ТОО «Доиндык». Трудовую деятельность в животноводстве начала с 1992 года. Воспитывает четверых детей. «По указу на Забаево идет о расширении села, и вот село поднимается. С перерывами я работаю уже пять лет, после меня вот девчата пришли, есть мои девчата, две доярки, две телятницы. Вначале я доила коров 25, а сейчас у меня их 125. Всех поздравляю с праздником труда, желаю счастья в семье, в труде, здоровья всем». Еще 10 человек получили от Акима области Ерика Султанова благодарственные письма. «Не меняю свою профессию, работаю сколько лет, садик Одимовочка, приехала я с Габита Мусрекова. Эти праздники я всех поздравляю, то, что внимание уделили. Всем спасибо». С напутственным словом выступили ветераны труда. В честь праздника для тружеников организовали праздничный концерт. С творческими номерами на сцене выступили лучшие коллективы области. Акима области Ерик Султанов с рабочей поездкой посетил Козылжарский и Сильский районы. На полях ТО «Якорь и СКА» при благоприятной погоде комбайны работают с 8 часов утра. В текущем году в хозяйстве засеяли 6 тысяч гектаров земли. 4 400 приходится на пшеницу. 45% хлеба убрали. Если остатков не будет, завершить осенние полевые работы намерены в начале октября. «За 10 дней надо все сделать. Сколько осталось у вас сегодня? Ну, что? 50 компоттов. Ну, 2 тысячи». Ерик Султанов пообщался с сельхозтоваропроизводителями Козылжарского района. Сегодня здесь действует 301 хозяйство. 134 500 гектаров в этом году засеяли пшеницей. Чуть больше половины хлеба уже отправили в Закрома. «Зрановых у нас посеяно 6 304 гектара. На сегодняшний день убрано 55%. Начали мы уборку 7 сентября. И сегодня при такой погоде, я думаю, что нам 10 дней хватит, чтобы завершить уборку». Глава региона интересовался проблемами сельчан. Призвал качественно и в короткие сроки убрать хлеб с полей. Ерик Султанов рекомендовал аграриям активнее развивать животноводство. Говорил о планах сократить субсидии, предназначенные для растеневодства и направить их на развитие животноводства. Акимобласти посетил и поля ТО «Петерфельтагра». Общая площадь сельхозаугодий в хозяйстве 4413 гектаров. Имеется племенной репродуктор. Сейчас 766 из них 200 продают. Да, и 200 продаем, да, телочки. 220, ну, два составляем себе для ремонта, а 200 продают. Они где-то, они где-то по году, вес около 300 килограмм. По 800 продаешь? По 1000. В ТО «Боголюбов и Хакимобласти» посетил хлебоприемное предприятие, которое способно вместить 46 тысяч тонн зерна. На сегодняшний день на хранение поступило порядка 3000 тонн зерна нового урожая. Следующий объект в программе посещения – командитное товарищество «Зенчинка и Ка». В настоящее время в хозяйстве убирают кукурузу и картофель. Из 270 тысяч гектаров посевных площадей половину уже освободили. В среднем выходит по 280 центнеров с гектара. Через неделю в командитном товариществе «Зенчинка и Ка» приступят к уборке лука. В этом году его посеяли на 40 гектарах. Геннадий Зенчинка показал Акимобласти будущий дворец спорта. Строить его начали в июне текущего года. Сдать объект в эксплуатацию намеренным в марте 2015-го. В Есельском районе сегодня функционируют 80 ТО и 198 крестьянско-фермерских хозяйств. Ерик Султанов побывал на ТОКУ, ТОО «Томикен-Агрокорнеевка». Здесь за крома уже засыпано 3500 тонн зерна. Сейчас идет монтаж очистительного оборудования. Закончить работы планируют в течение 10 дней. 13500 всего, из них 8000 зерновых, остальное масличное. Все убрали 40%, дождь не дает, но 40% слабо работает. 66% зерновых свалили, 48% убрали. Средний урожайность по району идет 14%. Глава региона в разговоре с аграриями района подчеркнул, с пользой необходимо использовать каждый погожий день. Ерик Султанов интересовался готовностью сельчан к зиме, рассказал о текущей ситуации в регионе. Аким области пожелал хлеборобам удачного завершения уборочной страды. В программе рабочей поездки главы региона было и посещение ТУА Улье Голдмайнинг в поселке Булак. На месторождении планируют добывать рассыпное золото. Сейчас подготовка площадки кучного вытелачивания, материалы необходимые завезены. После того, как мы их укатаем по площадку, будем пленку укладывать и все остальное, по технологии. Аким области знакомятся с ходом строительства общежития для будущих рабочих предприятий. Рассчитано оно на 80-90 мест. Всего здесь будут трудиться порядка 120 человек. На полях Туазия Тарангул собрались аграрии других хозяйств и сельского района. Глава региона в разговоре с ними интересовался проблемами сельхозтоваропроизводителей. Директор товарищества Аграхим Снаб Василий Шкодин просил Акима области оказать содействие в решении вопроса с горючь-смазочными материалами. Глава региона поставил перед сельхозтоваропроизводителями из сельского района ряд задач. Я обращаю внимание главы государства на усиление работы по животноводству. Район сильно отстает. Сейчас надо все программы выполнять. Надо садиться, думать, вот, какие задания получил. Елик Султанов рассказал аграриям и о планах по реконструкции дорог региона. Дороги разбиты. 51% они будут в ритм состоянии. Поэтому предложил главе государства инновационными новыми методами дешевле, но за пять лет все дороги отремонтировать. Президент поддержал. Сейчас мы с правительством ведем переговоры, чтобы ежегодно нам выделяли 10 миллиардов из республиканского бюджета. А мы будем выделять 5 миллиардов из собственных средств. Поэтому вот в следующий год он будет показателем. Мы должны 700-750 километров за один год отремонтировать. В завершении рабочей поездки Аким области посетил ТОК ТОО Ильинска. На этой же неделе Акимобласть Ерик Султанов ознакомился с ходом уборочной кампании на полях агроформирования районов Шалакына и Тимирязевского. Материал подготовлен журналистами телерадиокампании «Казахстан Петропавл». Первым объектом, который посетил глава области в ходе своей поездки в район Шалакына, стало токовое хозяйство ТО «Агросевер». Благоприятные погодные условия позволяют сегодня хлеборобам работать без перебоев. В час здесь принимают до 100 тонн масочных и зерновых. Из 10,5 тысяч гектаров общей площади убрано порядка 25% урожая, 62% свалено. С одного гектара аграрии собирают от 14 до 20 центров льна и рапса, до 29 центров зерновых. Наряду с приемкой идет и сушка урожая. Для этого в этом году в хозяйстве установили специальные котлы. Новые котлы, которые работают на соломе. Тюки соломы, льна мы сюда используем. И вот мы на телеводном году работали. До этого сушилка работала на дизельном топливе, на мазуте и так далее. Экономия очень большая. Мы вот уже просушили где-то 600 тонн из меня. Сейчас мы находимся, значит, сушим тот рапс, который мы намолотили вчера, позавчера. Ерик Султанов поручил руководителю ТО ускорить темпы уборки урожая и наряду с этим развивать животноводство. Стоит отметить, в хозяйстве уже имеется 440 голов казахской белоголовой породы, 300 из которых здесь закупили в этом году. Акимобласть ознакомился с ходом ремонтных работ дороги Повозочная-Баян-Архангелка. Это экспериментальный участок протяженностью 2,4 километра. Ремонт идет методом стабилизации грунта. Мы поделили еще на 6 участков по 400 метров, где будет разным методом проводиться стабилизация грунта. Грунто-щебеночная смесь будет везде одинаковая по составу, практически не меняться, а вот активные компоненты будем экспериментировать. Подрядчиком выступила фирма Петропавла Жолдары. Затраты на все это составляют 30 миллионов тенге бюджетных средств. В октябре работы планируют завершить. Кстати, на встрече Акимобласти с аграриями района проблема ненадлежащего состояния дорог поднималась не единожды. И, как заверил сельчан глава региона, в ближайшую пятилетку этот вопрос будет решен. Что же касается уборочных работ, то Ерик Султанов советует хлеборобам использовать каждый погожий день. Мы ожидаем сейчас хороший урожай в этом году, больше 15 сантиметров с гектара. Это, безусловно, поднимет наш внутренний оригинальный продукт. Мы, думаю, не менее 6% уроз будет против прошлого года. Но всем надо заниматься животноводством. Об этом сказал президент, когда был здесь. В приоритете как мясное, так и молочное животноводство. В регионе есть все условия для переработки и реализации молочной продукции, добавил Ерик Султанов. В целом, сегодня в районе Шалакына скошено 61% урожая, обмолочено более 62 тысяч гектаров. Аграрии намолотили 74 тысячи тонн зерна, около 4 тысяч тонн масличных. Проблем с горюче-смазочными материалами, приемкой, сушкой и хранением урожая нет. Главное, чтобы погода позволила работать. Субсидии получили на удешевление дизельного топлива и на удешевление гербицидов, химикатов. Сейчас мы убрали где-то 30%, общий скошено где-то 55-60% почти. Если погода будет позволять, мы, я надеюсь, уберем где-то в течение недели. В райцентре Сергеев, как и в области, побывал в мини-центре Тамши, который открылся в этом году. Сегодня его посещают 100 детей в возрасте с 2 до 5 лет. Ерик Султанов ознакомился с состоянием физкультурно-оздоровительного комплекса ТО ТНС-2020. Всю зиму здание не функционировало из-за отсутствия системы отопления. Нет здесь и воды. Помещения позволяют проводить здесь как спортивные занятия, так и межрайонные и областные соревнования. Акимобласти дал поручение директору ТО ТНС-2020 в кратчайшие сроки наладить работу отопительной системы, подвести канализацию и провести косметический ремонт. Побывал в этот день Акимобласти и в Темирязевском районе, в селе Жаркын Ерик Султанов ознакомился с ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Возводят его по просьбе сельчан. На днях здесь завершат кладку фундамента и приступят к монтажу металлоконструкции, который и поставил сюда Петропавловский завод быстровозводимых зданий и сооружений. Металлоконструкции мы уже на объект завезли. То есть сейчас ждем приемку фундамента. Как только фундамент примем, мы уже готовы выйти на монтаж этого металлоконструкции. Максимум это где-то около недели займет именно собрать, поставить каркас. Физкультурно-оздоровительный комплекс возводят на территории школы. Сегодня здесь учатся 83 школьника. Еще 20 детей посещают мини-центр. Сельская детвора является неоднократным участником районных и областных соревнований по футболу и волейболу. Так что открытие объекта здесь ждут. У ребят появится больше возможностей заниматься физической культурой и спортом. Встретился в этот день Акимобласти и с аграриями района. Уборочная страда на полях идет полным ходом. С утра до вечера работает сельскохозяйственная техника. Площадь зерновых в этом году в районе 196,6 тысяч гектаров. 50% уже скошено. На молот составил 77 тысяч тонн. Вместе с этим убирают и масличные, средняя урожайность которых 13,6 центнера с гектаром. Аграрии используют различные методы и способы, чтобы своевременно убрать урожай. 8,5 тысяч сводили сейчас, 4 тысячи подобрали, полторы тысячи напрямую убрали. Ну, убираем, погода немного мешает, конечно. И техника, все оборудование, все есть, все укомплектовано. Комбайн у меня иномарочный, итальянский, лаверда. Камаза хватает, элеватор принимает. В разговоре с Хлеборовами Акимобласти акцентировал внимание на ускорение осеннеполевых работ. Сейчас усиливаете работу, даже надо круглосутки, потому что вот эти дни еще ночной рассыт особо не будет, потому что температура высокая сейчас. Плюс 8 ночи. Жители Мичуринского сельского округа поднимали вопросы ремонта дороги Мичурина-Тимирязева. Акимобласти пообещал, что эта проблема решится уже в следующем году. Поручение главы региона своевременно убрать урожай и развивать отрасль животноводства получили сельхозтоваропроизводители районов имени Габита Мусрепова и Айртаусского. Материал подготовлен нашими коллегами с телеканала «Казахстан Петропавл». Уборочная площадь зерновых по Айртаусскому району в текущем году 303,7 тысяч гектаров. Согласно сводке на 25 сентября аграрии убрали 53,5 процента полей. Средняя урожайность 16,2 центня раз гектара, что выше областного показателя. В уборке принимают участие 700 единиц техники. Первый пункт поездки Акимобласти – ТУ Лавровская. Сельхоз Угозья здесь составляют 10,227 гектаров. Площадь зерновых – 5,233. Если погода даст возможность, благоприятная погода, и дальше будем убирать сжатые сроки, постараемся. В текущем году картофелем в районе занято 2,6 тысяч гектаров. На сегодняшний день второй хлеб убран полностью. Акимобласти отметил, что в день намолот зерна по области должен быть не менее 170 тысяч тонн. А в таких передовых хозяйствах района не менее 18-20 тысяч тонн. Для этого нужно работать, не покладая рук. Не обошел глава региона вниманием и вопросы туристической отрасли в районе. Аким дал поручение активно развивать летний вид отдыха и пользоваться возможностями богатого природы края. Что, безусловно, будет отражаться на развитии экономики области в целом. Туризм – это тоже доходы. Если мы здесь туризм таким образом раскутим, это 500-700 человек могут работать в туристической сфере. Пока туризм у нас загонит. Сейчас мы разрабатываем мастер-планы, и нам понятно будет, каким образом двигаться. В первую очередь, туризм в нашей области, вот он сосредоточен в Айртауском районе. Самый лучший, самый красивый район с точки зрения природы. В товариществе Златогорка в этом году зерновые посеяли на площади 5 589 тысяч гектаров. И на 2400 разместили маслячные суммы субсидий на растеневодство составило 22,4 миллиона тенге. В ТО Кирилловка и Айртау собрали уже более половины урожая. Как хлеб нынче дается, поинтересовался глава региона у комбайнеров и сам решил испытать технику. На сегодняшний день уже выбрано 50-55% по району зерновых культур. В нас лично до 25-30%. Хозяйство сейчас Ладогорка 19,2%. Пшеница урожайность идет. Ячмень 22,21%. Пациент урожайность идет. В завершении встречи с аграрием Айртауского района кемовости Ерик Султанов еще раз подчеркнул, что наряду с растеневодством необходимо активнее развивать и животноводческую отрасль. Уборочная площадь зерновых в районе имени Габита Мустрепова в этом году 609,9 тысяч гектаров. На 25 сентября аграрий район убрали более половины зерновых. В ТО Раисовское зерновой клин составил 17 тысяч гектаров. Наряду с растеневодством в хозяйстве разводят скот. В Центре внимания главы региона и объекты социального значения в Раисовской средней школе обучаются 129 учеников. При учебном заведении действует мини-центр «Светлячок» на 25 мест. В товарищстве созданы все условия для своих работников. Недавно для них сдали два жилых дома, на очереди еще два. Пропагандируя здоровый образ жизни, сельчане находят время на активные занятия спортом. ТО Раисовская славится своими спортивными достижениями. Круглый год здесь проводят различные турниры и соревнования по волейболу, футболу, боксу, хоккею. Очень много перворазрядников, 7 человек, 1,5,5. Алипийский рецепт какой-то есть, скажем, на 2016 год? Конечно, есть. Сейчас у нас есть студент. На 2016 год, на 2017 год? Да, да. Студент занимается сейчас сборной? Да, проактивный занимается, со сборной приставная. Следующий пункт поездки Акимовласти – ТО Тукым. В этом году государственная поддержка товариществу составила 59,7 миллиона тенге. В этом году купили 110 единиц техники на общую сумму 2,7 миллиарда тенге. По программе КАЗ «Агрофинанс» приобрели еще 56 единиц на 1,9 миллиона. Около 20 тысяч тонн уже в корзакрома вложили. У нас урожайность идет 30 в среднем. Некоторые поля дают по 52 сантиметра и повыше, а некоторые ниже. ТО «Возвышенская СК» в этом году засеяла зерновыми 11 363 гектара, масличными – 400. Наряду с растеневодством в хозяйстве разводят КРС. Через КАЗ «Агрофинанс» закуплено 867 голов на сумму 385 миллионов тенге. В этом году приобрели еще 313 телят на 400 миллионов тенге. Судородство придется заниматься. Вы все уже знаете тоже, наверное, что свинина достаточно высоким результатом у нас сейчас стало. То же самое или комплексы, или свинофермы небольшие. Значит, во всех этих направлениях надо сегодня работать. Уже дефицит идет, уже не хватает его в нашей переработке. А в России тем более не хватает его. Все же они больше Европы пользуются, Европа сейчас закрыта. Поэтому эту нишу надо занимать очень быстро. В завершении поездки Акимобласти Ерик Султанов подытожил работу агрария в области в нынешнюю уборочную кампанию. В целом мы сегодня завершили объезд всех наших 13 районов. Подготовка к уборке урожая была достаточно хорошей. В результате мы сегодня имеем очень большие силы для проведения уборочной. Более 10 тысяч единиц техники сельскохозяйственной сегодня участвуют в уборке. Из них 2,5 тысячи высокопроизводительные. Своевременно решены вопросы по поставке удешевленного дизельного топлива. Поэтому мы уверены, что в ближайшее время, в течение 10-14 дней, мы завершим в основном уборку. Но все же определенное влияние на уборочную страду текущего года оказали дожди. И сейчас мы принимаем все меры с учетом того, что готовность высокая. Завершить эти 3,3 миллиона зерновых в эти короткие сроки. Сегодня нам улучшено более 60% и 21% масленичных. Поэтому уверенность в своевременном завершении и выполнении поручения, которые дал глава государства в текущем году, уверенность полная. Задачи перед аграриями поставлены использовать все погожие дни, чтобы качественно убрать хлеб в кратчайшие сроки, а также активнее развивать животноводство. Глава государственного Султан Азербайев особо подчеркнул, государственная поддержка на развитие АПК с каждым годом увеличивается. Главное – грамотно использовать эти средства. Порядка 400 преступлений раскрыли с начала года североказахстанские стражи порядка. Ежедневно на службу на улицах областного центра заступают более 300 сотрудников Департамента внутренних дел. За самоотверженный труд и преданность своему делу лучшим стражам правопорядка на общем гарнизонном разводе комплексных сил полиции вручили награды. На такое построение стражи порядка собираются ежемесячно. Сегодня инструктаж проводят с участием семи полицейских подразделений. Общий гарнизонный развод является одним из ключевых мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка на территории Североказахстанской области, в частности города Петропавловска, по воспитанию среди населения к нулевой терпимости, к мелким правонарушениям, по обеспечению охраны общественного порядка и дорожной безопасности. Участие в гарнизонном разводе принял Акимобласть и Ерик Султанов. Главу региона ознакомились с личным составом, показали автотранспорт. Работе полицейских Ерик Султанов дал положительную оценку. Показателем эффективности их службы служит уровень раскрываемости преступлений. Так, с начала года патрульные наряды в городе пересекли более 66 тысяч административных правонарушений. Со стороны исполнительной власти принимаются конкретные меры по поддержке общественного порядка, по поддержке Департамента внутренних дел. Только в текущем году на материально-техническое обеспечение выделено с областного бюджета более 170 миллионов тенге. За активный вклад в обеспечение общественного порядка на улицах города, раскрытие преступлений и задержание преступников поощрены 217 работников полиции и военнослужащих. Сегодня вновь отметили труд троих лучших сотрудников Департамента внутренних дел. Благодарственное письмо вручили Айдыну Байматову. Командир батальона ДПП более 16 лет трудится в сфере охраны правопорядка. Эту награду мы получили за обеспечение безопасности дорожного движения при поощрении области охраняемого лица. Сегодняшнее поощрение является дальнейшим стимулом для работы. После церемонии награждения стражи порядка получили приказ о заступлении на службу. Спокойствие и безопасность на улицах областного центра обеспечивают в том числе и 100 военнослужащих воинской части 66-37. Задействовано 57 единиц патрульного автотранспорта. На 106 миллионов тенге реализовали продукции в тоу-единство с начала текущего года. С внедрением новых технологий итальянского оборудования «Вибропресс-2030» объемы производства увеличились в 8 раз. В сутки на предприятии могут выпускать до 100 бетонных колец разных диаметров. Еще одна гордость у уединства – вот эти станки. Линию безупалобочного формования запустили в июле. Талгат Цюгинбая – форматурщик. Изучил испанское оборудование быстро. Намного труд отлегчили. Раньше мы работали на старых оборудованиях, и производительность была на нем малая. А сейчас на этих оборудованиях мы выпускаем, например, раньше мы выпускали в день 5-6 плит на одном линии. Сейчас мы на одной линии выпускаем 15. Чтобы быть конкурентоспособным, необходимо не только повышать качество выпускаемых изделий, но и расширять ассортимент продукции. В то единство это понимают. В текущем году на модернизацию завода направили полтора миллиарда тенге. Затраты себя уже оправдали. По итогам регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана» предприятие удостойно диплома первой степени. Железобетонные изделия признаны лучшими в номинации товара производственного назначения. На победу заводчане надеются и в республиканском конкурсе выставки. Большим удушевлением, можно так сказать, появили участие в этом конкурсе. Надеемся победить в нем. И благодаря этому конкурсу расширить наших потребителей в других регионах Казахстана, ну соседних там, Российской Федерации. Рабочий день с 8 до 8. Трудятся заводчане в две смены. Средняя зарплата в ТОУ-единство – 86 тысяч тенге. 2014 год еще не завершен, а на предприятии уже говорят о перспективах на будущее. Продолжить эту работу по перевооружению производства. Значит, в третьем пролете уже планово закреплено выпуск трехслойных наружных панелей крупнопанельного домостроения и несущей перегородки. Всего с начала года в ТОУ-единство реализовали продукцию на сумму порядка 106 миллионов тенге. Редактор субтитров А.Семкин